АААААААААААА Какой... У-у-у-жаст! Проклятые мемы в реальной жизни Как вам такое, ребятки? В последнее время, YouTube заполнен видосами о проклятых мемасиках. Но, в основном, люди делают проклятые мемасики на игровую тему. Проклятые мемы в Braunstar, в Chancellor, в carne, в... Crafty?! И да, если вы хотите мемы по копателю онлайн, то давайте соберем пару тысяч лайков, и я обязательно сделаю видосик на эту тему, потому что я еще не видел проклятых мемов по Майнкрафту, да. Ну, ну вы поняли, да? Но сегодня я решил пойти дальше и окунуться в реальность. Зачем нам игровые миры, когда вокруг нас есть столько мемных вещей? И прежде чем мы начнем этот видосик, я хочу рассказать тебе секрет. В конце видео тебя ждет сюрприз. Ну а для меня сюрпризом является... Гребаный велоцираптор, который укусил за задницу птеродактиля. Господи, что тут вообще происходит? И почему у меня ощущение, что я это говно уже где-то видел? Как же это все-таки странно. Но подождите, меня обманул видосик. Там было написано, что это мемы из реальной жизни, а это гребаные рисунки. Что за обман? Покажите мне реальные мемы. Вот, другое дело. Упоротый котейка, правда он очень баянистый, я думаю все его видели. Покажите мне что-нибудь пожестче. Покажите мне, блин, проклятые мемы. Камон, интернет, удиви меня. Эмм, не настолько сильно интернет. Это, по-моему, уже перебор. И кому вообще пришло в голову наряжать собаку в Донателло? Что тут происходит? И где его меч? Где его две катаны? Как он будет бороться со злом? И как он вообще что-то видит? Мне кажется, или маска натянута таким образом, что собака вообще ничего не видит? Господи, это мем из разряда «Мой хозяин, идиот». Серьезно, это максимально странно. И знаете, мне тут пришла мысль в голову. Вот совсем скоро будет Хэллоуин. До него осталось буквально 2-3 недели. И существуют ли люди, которые наряжают своих животных на Хэллоуин? Вот вы будете наряжать своего хомячка на Хэллоуин? Напишите в комменты. Ну а мы перейдем к следующему упоротому мемасику. Простите, что за херня тут происходит? Как он это вообще сделал? Эти ножницы выглядят так, что даже если ты немножечко их надломаешь, ты не сможешь, знаете, вот так немножко раздвинуть все это добро и вставить в кружку. Хотя, возможно, на той стороне нормальная такая трещина. И это просто удачный ракурс. Но когда я увидел это, это мне на секунду сломало мозг. Потому что, камон, кто это вообще придумал? Как вообще можно было дойти до этого своим человеческим мозгом? Вот это я понимаю фокусы. Вот на такое шоу я бы сходил. Вот это вот какая-то жиза. Что тут происходит? Вы посмотрите на всратое лицо этого чувака. Как же он ненавидит грёбаные хот-доги. Он уже не может. Он ест один хот-дог. Ему нужно съесть второй хот-дог. А ему в лицо сует третий хот-дог. И всю эту картину прекрасно дополняет собака на фоне, которая такая... Я хочу этих хот-доги! Но они отдали все ему! Бедный чувак, мне его жалко. Вы посмотрите на его лицо. Какой вообще сюжет у этой фотографии? Что тут вообще происходит? Как это странно? Почему он сидит на полу? Почему он в пиджаке? Почему на улице темно? Это, я не знаю, какой-то пикничок в темноте с хот-догами? Причём это даже не хот-доги. В хот-догах есть какой-нибудь соус. Это тупо хлеб с сосиской! Господи, как же всё это странно! Ладно, реальная жизнь. Ты меня удивила. Идём дальше. Какой ужас! Зачем ты это сделал? Я же обожаю шоколад! Это просто омерзительно! Он сделал сэндвич с ММДемсом и полил всё. Это какой-то горчицей. Ну, это похоже на горчицу. Я надеюсь, что это что-то сладенькое. Но, камон, блин, сэндвич с ММДемсом! Ты серьёзно, чувак? Да что с тобой не так? И причём рядом у него лежит вполне себе нормальный сэндвич. Ну, как нормально? Это похоже, не знаю, на котлету с хлебом. Но котлетки с хлебом это ещё нормально. А вот ММДемс это ненормально! Чувак, ты больной на голову! Идём дальше! Переходим к реальной крипоте. Вы посмотрите на этого телепузика, который хочет перебраться через ваш забор ночью и включить у вас дома телевизор. Новую серию телепузиков. Блин, на самом деле кадр безумно криповый. Вот прям мне от него становится не по себе. Что этот чувак вообще творит? Он бухой? Что вообще на этом кадре происходит? Почему он максимально страшный? Вот типа на улице темно и из-за вспышки ничего не видно, кроме деревьев и забора. Ну и этого телепузика всратого. Сам забор безумно грязный и стрёмный. Под забором какая-то бледная, отвратительная, мокрая трава. Или что это вообще такое? Это выглядит как какой-то постановочный кадр из хоррор фильма по телепузикам. Просто сэлендер пузики. Скоро в кино. И кстати о телепузиках. Это ужасно, блин. Кто это вообще сфоткал? Мемы в реальной жизни меня немножко разочаровывают и вгоняют в депрессию. Они реально проклятые, блин. Кто выкинул телепузика в говно? Я, конечно, понимаю, что многие люди считают телепузиков говном. Но не в буквальном же смысле, блин. Ладно, ладно. И ещё один кадр из разряда. Как сделать мемасик из ничего. Та-дам! Господи, насколько же чувакам в армии скучно. Ну вот серьёзно, как они вообще до этого дошли? Причём таких кадров на самом-то деле много. Они просто ходячие мемасики. Чё они там только не делают в своих армейках? Но вот это вот похоже на персонажа из какого-нибудь Сталкера 2. Знаете, вот этого чупакабра будет за вами такая. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. А вы будете нагружены артефактами просто убегать от этой фигани, прикрыкивая благим матом. Серьёзно, если таких монстров не будет в Сталкере 2, то игра просто провалится. Надеюсь, что разработчики Сталкера 2 не посмотрят это видео и не будут добавлять это говно в игру. Господи, какой ужас. Ну и ещё немного о мемах в реальной жизни. Вот идёшь ты себе такой по магазинчику, никого не трогаешь, тут БАЦ! Вот эта вот херня из-за угла выскакивает и начинает вот это вот скакать, а потом убегает от тебя, как Наруто настоящий. И тут-то ты понимаешь, что люди что-то нашли на Зоне 51. И да, если вы не видели мой видосик о Зоне 51, обязательно посмотрите его. Там тоже были мемасики. И кстати о мемасиках. Я же недавно вернулся с Играмира. А там, знаете ли, мемов полно. Причём мемов в реальной жизни. Да, я видел их своими глазами. Но прежде чем мы перейдём к мемасикам, давайте я вам очень коротко расскажу, на что я там успел поглядеть. А поглядеть я успел на крутые тачки, старые приставки, очень старые приставки, МАЙЕНКРАФТ 2! Ну, почти, но надо же как-то вас закликбейтить. А также на очередь к Киберпанку. Шучу, на Киберпанк я всё-таки попасть успел. И по секретику, только реально никому не говорите, там показали русскую локализацию игры. Только... Ну и как же без Таноса и покемонов? О, да! Только ради этого и ехал. Хотя, стоп. Что-то я явно забыл. Точно! Кодзиму! Да-да-да, на Кодзиму я тоже успел посмотреть. И скажу честно, зрелище мне понравилось. Я бы сказал, что оно было гениальным. Но даже эта гениальность не сравнится с тем сюрпризом, что я привёз вам. А я вам привёз самые настоящие проклятые мемасики в реальной жизни. Да, вместо того, чтобы ходить и снимать, как я играю, я 4 дня ходил и искал самые мемные фигурки, которые там есть. И я так и нашёл. Представляю вам лимитированное издание мемных фигурок по Спанчбобику. И да, тут прямо-таки на упаковке написано, что это шедеврально. Ну что ж, начнём анбоксинг. Если честно, это, по-моему, самый первый анбокс в моей жизни. Так что, плиз, не судите строго. Это мой первый раз. Я даже не взял с собой эти ножички, вилочки, ложечки. Или чем там профессиональные анбоксеры открывают. У меня есть только руки и Спанчбоб. Господи, какой же он классный. Но вы только посмотрите на это. Ну ладно, ладно, подождите, подождите. Сейчас я его достану, и мы вместе на него посмотрим. Не будем торопить события. И, кстати, Спанчбоб это не единственная фигурка, которую я взял. Так что, да, не отключайтесь. Вас ждут ещё сюрпризы. Как это дерьмо открыть? Почему тут так много всего? Господи, из меня какой-то фиговый анбоксер. Ладно, ладно. Так, это отцепили. Да, господи, сколько всего мне нужно распаковать, чтобы достать сраную фигурку? Почему у неё защита похлеще, чем у какой-нибудь зоны 51? Что за секреты вселенной ждут меня в этой грёбаной коробке? Блин, я не могу её распаковать. Мне нужны ложечки-вилочки. А, нет, кажется, у меня начало получаться. Я почти её распаковал. Ребята, вы готовы? Вы готовы узрить это? Пам-пам-пам-пам. Ладно, давайте я просто на фон музыку эпичную включу. А то, если я буду напивать, вы точно этот ролик отключите. Вы готовы? Готовы? Пам-пам-пам! Так, а там что-нибудь есть интересное? Камон, серьёзно? Они мне даже никаких подарков не положили? Давайте тогда рассмотрим коробку. Знаете, что на коробке написано? На коробке написано, я не знаю, будет ли видно или нет. А, ну, конечно, будет. Написано Дразнилка Спанчбоб. Если вы присмотритесь, то там почти все языки перевели. А, ну, хотя нет, не все. Но всё-таки почему Спанчбоб не написали на русском, это ведь не так сложно. И что тут написано? Это шоу. Это мемы. Это коллекционная фигурочка. И тут у нас вот такой Спанчбобик нарисован офигенный. Ладно, коробочку мы убираем и достаем Спанчбобика, чтобы, наконец, рассмотреть, какой он мемный в жизни. Я надеюсь, все видели этот мемасик в мультфильме. Я сейчас его ещё сломаю. Вот кек будет. А, будет мемно, да? Будете в паблике потом постить, как я сломал Спанчбоба. Но нет, я его не сломал. Хотя у него ножки двигаются. Смотрите, прикол. У него ноги двигаются. Можно ему ноги расставить мемно. Типа вот так его поставить, чтобы он совсем вообще мемный был. Как вам такое? Вот он у нас Спанчбобик. Если честно... О, господи. Что за дерьмо? В жизни это выглядит сверх всрата. Вы просто посмотрите на это. Он такой типа... О, господи. Ладно, давай я тебе немножко ноги выровняю. Какой-то сбоку... А, у него ещё и жопа есть. У него на жопе что-то написано. Ладно, что у него на жопе написано? Сделано в Китае написано на жопе. Вот как он выглядит с этой стороны. Со всех сторон покажу вам Спанчбоба. Кстати, в его дырочки можно засунуть пальчики. Но это так. Для определённой касты любителей. Но в целом фигурка очень качественная. Я счастлив, что на моей полочке будет красоваться мемный Спанчбоб. Надеюсь, что он не будет падать. Если честно, он... О, очень нестабильно стоит. Так, я не уронил. Ничего не сломал. Давайте куда-нибудь поставим Спанчбобика. Вот. Прямо перед Берлином. Он не стоит. Он падает. Как мне его поставить? Что за дерьмо? Серьёзно, он не стоит. Он перевешивает. Камон, что происходит. Вот, вы посмотрите. Типа, покупаешь себе фигурку за бешеный пресс. И вот это вот происходит. Спанчбоб, какого чёрта? Встань. Стоять. Как сделать так, чтобы оно стояло? Я хочу, чтобы ты стоял. Я хочу, чтобы ты стоял на полочке. Я не хочу, не знаю, тебя на скотч лепить. Серьёзно? Он не стоит. Какого чёрта, ребята? Один из десяти. Развили на деньги. Короче, он не стоит. Перейдём к следующей фигурке. Я чуть попозже попробую его всё-таки на полочку поставить. А следующая фигурка у нас не менее мемная. Это Патрик. Это один из моих любимых мемасиков во вселенной Спанчбоба. Вселенная Спанчбоба. Звучит очень странно. Давайте не будем тянуть, распакуем. Но прежде чем распакуем, выясним, что это за мем. А это у нас удивлённый Патрик. Упууууууууууу. Опять, в принципе, написано всё то же самое. Это, кстати, первая серия мемов. Возможно, они выпустят вторую, третью, четвёртую. Но пока что это самая первая серия мемов. И, если честно, эти фигурки очень и очень сложно достать. Я делал видео об этих фигурках на другой свой канал. Я хотел заказать их с ebay, но на ebay и амазоне они закончились в первый час после начала продаж. И я очень удивился, когда увидел их на игромире. Я обязательно поеду на следующий игромир. Возможно, соберу всю коллекцию этих фигурок. Буду надеяться, что их туда завезут. Возможно, даже вторую коллекцию. Ну, а пока я почти распаковал эту грёбаную коробку. Вот это, конечно, анбоксер из меня. И да, ребята, если вы хотите видеть больше анбоксингов на канале, обязательно ставьте свои лайкосики. Чем больше лайкосиков, тем больше анбоксингов. На самом деле, анбоксинги это очень дорогостоящая рубрика. Поэтому ваши лайки здесь как никогда кстати. Вот он, он у нас. Давайте его тут достанем. Надеюсь, хоть ты будешь нормально на полке стоять. Точнее, сидеть на своей жопе. Господи, у него сзади жопа. Но это пока что спойлеры. Вот что это? Почему так сложно доставать их оттуда? Вот всё, он туда влип. Давай. Фух. Блин, у него такой прикольный материал. Это классно. Но он стоит. Он стоит нормально, всё окей. Давайте рассмотрим его. Вот так вот у нас выглядит Патрик вблизи. Давайте немножко его покрутим. Если честно, его задницу я вам показывать не хочу. Но как бы придётся. Но это сверх простая фигурка. Но она очень мемная. Я думаю, она будет очень мемно смотреться на фоне. А сзади вас ждёт вот такой вот сюрприз в виде жопы Патрика. Просто, блин, потрясающе. Я счастлив, что я отдал за это кучу денег. Просто невероятно. Ладно, может хоть Патрик будет тут нормально стоять. Но вроде стоит нормально. Я, правда, не знаю, что мне теперь делать с грёбаным Спанчбобом. Он, типа, не стоит. Ему вообще насрать. Он пытается всё время скинуться. Может, его, типа, на жопу посадить? Типа того. А, вот, смотрите. Он очень неустойчиво, но может чисто в теории сидеть на жопе. Так, ладно, вам не видно. Давайте я куда-нибудь сюда попробую его посадить. Ну да, он может сидеть на жопе. Смотрите, чисто в теории может сидеть. Ладно, я потом придумаю, куда его поставить. А на этом наше видео подходит к концу. Обязательно присылайте мемасики в мою группу ВКонтакте. Ставьте лайкосики на этот видосик. Подписывайтесь на канал, чтобы видеть больше мемасиков. Ну и не забывайте, что с вами сегодня был Спанчбоб. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok